Вот так вот у нас начинается видео. А чё ты лицо сразу поменяла? Я не поменяла, я могу ещё отключить, потому что ты наорала. Ты и орёшь. Не, сейчас я ор, да. Короче, ребята, всем приветик. Мы решили отметить нашу первую тысячу подписчиков. Отметить едой, потому что мы уже как Юля Стар. Ну, как есть, так есть. Мы купили всё на пиццу, вы видели по распаковке, и мы это сказали, что мы будем делать пиццу. Пицца у нас будет вкусная, надеюсь. Да? Я думаю, да. Помидорки. Тесто такое пришлось покупать, потому что я не знаю, где дрожжи искать. Ну, да, сами делают тесто проблемно. Ребята, вы сейчас видите, на стены прыщи, и не надо опять писать, что нужно пойти до дерматолога. Я без вас знаю, кому треба идти, кому не треба идти. Ты помыла помидоры? Так, я сейчас буду мыть. Помидоры. По-моему, она не хотела их мыть. Не задумалась, вы видели? Короче, ребята, что нам потребуется для такой вот быстрой пиццы? Грибочки, шампиньоны обжариваем. Что, что-то смеешься. Ты, походу, сегодня хочешь, чтобы видео не было. Нет, вспомнила Наташу. Какую? Наташа Кепка, как она итальяна пицца. Короче, шампиньоны предварительно обжарить. Солила? Да. Солить. Помидоры как, так или наполовину еще? В смысле, ты что, хочешь кусками здоровыми, маленькими слайсами? Начем здоровыми кусками, потому что тонкое тесто, оно погорится. И колбаска. Колбаска такая и есть другая. Мы сейчас вообще хотим открыть тесто, посмотреть, как оно вообще выглядит. И чтобы понять, получится на две пиццы или это будет одна. Я думаю, одна, там одна. А сколько стоило, кстати, это тесто? Ой, я не помню, ты не помнишь? Я не посмотрела, Наш. В общем, сейчас Настя дорежет и включимся. Так, смотрите, течину нарезали такими вот кусочками. Сейчас открываем, еще такая колбаса, да. Сейчас открываем тесто. Настя, открываем. Нет? Уже там, кстати, написано что? Это ножницы. Вот, уже тесто готово. Это просто надо. Я даже знаю, как. Так, это мыло. Сначала сюда идет или напрягамент посолочное масло? Тоже забыла? Не знаю. Здесь, да? Ну, это такой запах. Да, ну, наверное, да, да, да. Сейчас будем смотреть. Так, чтобы это у нас будет происходить. Так, капелька маслица, магия масла. Да, вот так я вам взяла. Сколько я сейчас должен написать? Почему не кисточкой? Почему рукой? А как надо? Все эти судьбы, бабушка, как? А как надо вообще, Настя? Ну, наверное, как? Подожди, а как вообще надо? Отпирали кисточки или как? Подожди, как вообще надо? Ну, нужен полный набор кисточек. Для салона. Кстати, масло не купили. Масло закончилось. С другой стороны, что нам жарить? А и соевый не купили. Капец. Для спарши. Ну, давай уже, Настенька. Все ждут уже. Быстрее этот процесс. Я уже вообще хочу кушать. Когда мы сядем на диету, непонятно. Когда-то это произойдет. Объективно. Тонкое, да, тесто такое? Уже звук сблизи покажу. Да, я сейчас поставлю. Свет просто плохой. Я думаю, блин, ну неудобно. Настя, что-то она, наверное, неправильно сделала. Ну, как неправильно, если вот это обмешает? Самого числа. Ну, это же бортики можно сделать. Ну, я тоже, по-моему, в бортики это сделала. А в бортики можно сыр, кстати, в Филадельфию поставить. У нас есть. Да, точно. И вот, значит, как вот так сделаю. Вот. Мы тогда в Украине дома жили, в Харькове. Мы заказывали там с одного кафе пиццу. И всегда заказывали с бортиками. А в бортиках шел сыр Филадельфия. Это очень вкусно. Вот что-что. В одной там кафешке пицца была неплохая на доставку. Так, сейчас майонез идет или качка? Иногда, конечно, были у нас конфликты с ними. Потому что они привозили то мало начинки, то еще что-то. Особенно с роллами была проблема. Без разницы? Настя, ну я рассказываю. Ну, неужели трудно понять, как делать эту пиццу? Элементарные вещи. Конечно, какая разница? Ты будешь смешивать майонез с кетчупом. Что угодно может идти первым. Ну, реально, как можно что-то рассказать нормально, если вечно идет перебивание? А что? Я просто спросила. Я не знаю. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вообще общаться так на камеру, чтобы друг друга не перебивать. Меня это очень раздражает. Вот я сейчас рассказывала. Сейчас я уже забыла тему, о чем я говорила. Ну, не забыла, но я в курсе. В общем, были у нас конфликты, особенно с роллами. Когда привозили роллы с костью в лососе, представляете? А, мидии с говном. Мидии, да, с какашками, водорослями и ракушками. Либо очень мало рыбы, а сет стоил дорого. В общем, такие были ситуации. Но они всегда исправляли свои косяки, скажем так, и давали там сет в подарок или возвращали деньги. Либо сразу же за этот же час, грубо говоря, делали замену товара, ну, продукта. Там суши или пицца. Привозили там подарок, какой-то десерт или там ролл в подарок. Ну, в общем, они нормально так держали свою репутацию. То портили, то держали. Ну, короче, такое. Сейчас даже я написать, потому что много всего у вас там майонеза и так далее. Не знаю, кажется, что нормально, да? Это должно быть просто. Я сейчас просто отвлекалась на телефон, и я сейчас смотрю, что там реально много. Что, забирать меня? Что, что ты говоришь? Что мне нужен всегда твой совет. Очень много. Да ладно, но куда ты это денешь? Оставляй, боже. Ну, как бы бортики уже в априори не получатся. Получится. А куда? На майонез и на сыр? Да, не кричи, во-первых. Там надо было место оставить, Настя. Я оставила место. Обалдеть, а для чего он реально? Хоть бери и делай лучше все сама, чем вот такие тут эти повара. Ну, шо это? Бортик надо было оставить. Здесь не будет никак бортик. Вот здесь вот. Так надо было оставить. Тут все в майонезе и в кетчупе уже. Да. Но ешь сама такую пиццу. Короче. Вот, ребята. Уже последний штрих, грибочки. И сыр сейчас там. А, помидоры. Ну, да, я уже. Помидоры и сырок. Кстати, всем, кто в Германии, советуем этот сыр для запекания. Там, если вы делаете мясо с картошкой в духовке, сверху сырок. Очень хороший сыр, он расплавляется хорошо. Он такой на вкус хороший. Гратненький. Хороший, да, сыр? Угу. Я люблю сыр. Ну, в общем, мы подумали, решили, что сыр мы добавим в конце, минут за пять, да? Чтоб он не засох. Мало ли. Сейчас я смотрю. Мы не знаем, как поведет себя. Тесто, да. Тесто. Первый раз готовим такую пиццу. Сейчас посмотрю, я выкинула уже, наверное, я... Что выкинула? Ну, бумажку там должно быть. Упаковка. Все, сейчас сырок насыпаем. Наверное, там достаточно готово. В общем, 15 минут мы держали пиццу в духовке. И теперь сырок. И сколько еще? Ну, еще пять минут. Да, минуты пять и пицца будет готова. Выглядит классно. Да, ребята, напишите, как вам? Смотрите, какой Настя Лайвхак нашла в Ютубе. С помощью бокала вот такие вот розочки. Но мы это не сняли, потому что я была в другой комнате. И Настя это сама сделала. Но потом как-нибудь покажем. Прикольно, симпатично. Так на стол поставить необычно. Вот, ребятки, такая вот пицца получилась. Настя хочет почему-то снимать мукбанг, но я не особо. Тем более, что я так понимаю, что нашим зрителям не нравятся мукбанги. Я не знаю, я думаю, что нет смысла. Прикольно. Сейчас в разрезе посмотрим, тесто готово или нет. Ну, такое вот тесто. Сейчас попробуем, скажем, как вам. Настя. Ммм, как сыр плавится. Ммм, глядится. Вкусно? Вкусно? Ммм. Тесно-мягко. Ммм, всё, ребятки. Если что, имейте в виду, что такое тесто, в принципе, можно брать. Ты что, чипсами закусила? Ого. Так что, тем, кто кушает, приятного аппетита. Ммм. Ммм.